В этой теме мы поговорим о форматах графических файлов. Данные об изображениях хранятся в графических файлах, а способ организации файлов называется графическим форматом. От него сильно зависит размер файла и возможности дальнейшего редактирования или информационного сопровождения хранимых изображений. Умение разбираться в особенностях форматов пригодится для эффективного хранения изображений и передачи их между различными программными средами. Форматы графических файлов определяют способ хранения информации файла, растровы, векторные или смешанные двухмерные или трехмерные координаты, а также форму хранения информации, то есть используемый алгоритм сжатия. Форматы графических файлов бывают универсальными, то есть обрабатываются большинством графических редакторов, или оригинальными, то есть распознаются самой создающей их программы, иногда только ей. Здесь мы рассмотрим только форматы двухмерной графики, причем разберем лишь наиболее показательные и используемые. Устаревшие и экзотические форматы оставим для энтузиастов, благо в интернете вы можете найти информацию о любом из них. Итак, традиционная классификация. Рассматриваем растровые векторные форматы, универсальные и оригинальные. Большинство оригинальных форматов смешаны, то есть могут работать как с растровой, так и с векторной графикой, несмотря на то, что редактор, который создает эти файлы, считается, например, только растровым, как Photoshop, или векторным, как CorelDRAW. Существуют также форматы, которые вроде бы для документов, но не рассматривать их в нашем курсе просто нельзя. Это PDF и DejaVue. Запишем их отдельной категорией. Цветом выделим смешанные форматы. Рассказывать об оригинальных форматах получается только в привязке к программам. Следующая тема будет посвящена графическим редакторам, а здесь мы просто отметим возможности и свойства форматов.